В основке проблемы вертыша в Семеренде в ЗТМ там уже все несколько сложнее, чем в ЗТМ. Проблема вертыша в Семеренде для действительных чисел. Состава того, что если происконечное подможение для действительных чисел, то хотя бы можно и множество опустояния, но в НТМ иметь мощность намного больше, чем в мощности. Будет в такой фильме, когда мы говорим, что это ЗТМ. Ну не всегда, конечно. Если вы берёте в качестве ЗТМ, то ничего большего, чем А, вы не получите. Что бы вы с ним ни делали, всё равно больше вы не можете ценности. Всего имеет ценности. Тогда А плюс А, умножить А, умножить А, умножить А, умножить А. А плюс А и А умножить А тоже будут складываться со всем множеством ЗТМ, ничего большего не получите. Как бы ЗТМ так оценится. Или если, пускай множество, а не всё равно, то почти ЗТМ превесит. Мы берём какую-то значительную часть элементов ЗТМ. Тогда что бы вы с этим множеством не сделали, то больше 7 элементов не собрались. Поэтому, естественно, ставить вопрос, когда множество не оба какое, а множество имеет мощность намного меньше, чем Э. Тогда можно ставить вопрос, ну, сформулировать аналог гипотезу Ягдер Шестимиринцев. Но оно тоже должно быть остановлено. Можно ставить Ян, опять, остановивший слов. Пойдём. 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 Пойдём меньше, чем Э. Пойдём меньше, чем Э. Причём мы считаем, что Э. Пойдём намного меньше, чем Э. Я бы из-под резин двух простых умножить делитель, как умножить с этим, который отличается. Пойдём в качестве Э. Пойдём в качестве Э. Пойдём в качестве Э. Вот такой много. Ноль. Так, два. Ну, я здесь не писал числа, но я, на самом деле, рассматриваю эти числа как элементы из ЗТМ. То есть, ноль – это вычерт, который состоит из образового числа, который дает остаток ноль при сдвинении на Э. Вот это П2 – это вычерт, который уже учился, дающий масса П2. И так, ну, я скажу, в цели множества Э. Мощность множества Э. Мощность множества 2 равна чему-нибудь. Она равна Э. Здесь у меня выписано П1, вычет. Ну, и вот. И вот с этим множества 2. Будьте размножить вкладываться, а вы будете перемножать на себя. Всё равно вы, кроме А, ничего другого не получите. Потому что всегда будут оставаться только вычеты, которые имеют при сдвинении на Э остаток, делящиеся на П2. Понимаете, если вы взяли одно число, которое при сдвинении на Э, дает остаток, делящиеся на П2. Другое число, которое тоже дает остаток на П2. Сложите эти числа, можете всё равно будет остаток делиться на П2. То есть не взятие суммы, не взятие произведения. Мощность множества не увеличит. И не получать его против. Мы взяли множества, которые... Мощность намного меньше мощности. Суммы произведения, это множество никак не увеличивает. Ну, поэтому, от греха подальше, здесь лучше ставить вопрос, когда модуль простой, когда бы работал в поле. И я сформулирую. Не хочется дать больше усилия. Итак, П простой числа. Для любого альфа в инструкции существует зависит от альфа, что С. Такое, что если... Для любого простого числа, любого множества А и ЗП, потому что мощность уменьшится на тридцать. Так мы формулируем это, потому что когда мощность дневника не большая, то есть 7 до 3. Ну, максимум, так же, как мы в описании, А плюс С, 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 А плюс С. Если поставить большее число, то это уже будет неверно. Там неделя и бывает, что такое будет. Например, если на одно второе поставить, то такого не будет. Одна третья там вообще на что можно рассчитывать. Ну, понимаете, уж сразу, для действительно числа, для целых числа, а дальше не решено. То есть здесь, здесь, это значит, тем более не решено. Ну, я вначале скажу, что в чем здесь, в чем было Климпиадский. В прошлом веке было много работ по гипотезе верночной семи лети, для, может быть, целых числей, в действительных, а некоторые даже обобщенные на комплексные числа. Ну, вот об этом, мы тоже, пару слов скажем, потом вот. Ну, в основном, я решила про действительные. Ну, я говорил, что разные работы. Почему разные работы? Ну, просто каждый хотел оказать результат для Альфа лучшего, чем у предшествия. Вот доказывали одного Альфа, потом следующие доказывали для большего Альфа. Альфа еще увеличивается. Ну, одно, у всех доказательств, которые были в прошлом, в прошлом веке, был такой общий элемент, что все они использовали в порядке. Опять-таки, я имею в виду, что числа можно сравнивать, что 20 числа одно меньше другого. Ну, вот, давайте возьмем, скажем, циреву, циреву один, который мы доказали. Мы, я думаю, что все начали. Там мы взяли не меньше из разности, не больше из разности. То есть сразу появились не больше, не меньше. Потом они говорят, депозит два. Идея, собственно, произошла из доказательства Шоймоши. В результате Шоймоши, о котором вам рассказывал Евгений Адмитриевич. Мы там строили точку на плоскости. Там тоже порядок очень-очень сильно задействован. Когда мы начинаем возиться и использовать какие-то вещи, мы пользуемся тем, что на прямой две точки, а также между двенадцать 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 двенадцать. То есть там тоже есть отношение больше-меньше. Есть порядок с точками прямо на прямой. На той картине, которая была нарисована всеми сериям инфантов, там были лучи, есть лучи тоже упрядочили. Упрядочили против числово сделки. Есть первый, четвертый, третий. Точки между первым и три, между вторым и третьим. Везде порядок. Везде порядок. Все как-то так были привязаны к этому порядку. А что в ЗП? В ЗП там нет порядка. Там нет понятий больше. Вот, допустим, хотим написать ЗН, что ноль меньше единицы. Ну хочется, чтобы ноль разменьше единицы. Ну давайте мы это нерависим для вас раз и не сможем. Но если имеется нерависимость, то можно не складывать. Иначе какой толк в таком порядке, да? Ну, когда мы сложились, то через ноль меньше единицы, а я не могу не складывать. То есть ноль меньше единицы. То есть ноль меньше единицы. То есть чем хапнуть. То есть негадисты, нам такой порядок просто такой порядок принят. И все, что делалось, и все, что делалось для действительности, это не проводило для единицы. В зп. В зп. В зп. В зп. Потому что там порядок. Нужно просто что-то новое придумать себе. В зп. И все совершенно больше. В зп. 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 Наши соотечественники, они показали, что они получили такой результат. Есть, кстати, достаточно хорошие результаты Гаваева в направлении гипотезы. Если множество вам достаточно большое, там примерно понятно, что должно быть. Такая правильная оценка, если множество большое. Когда множество маленькое, то здесь уже все-чуть далеко от всего решения. Здесь можно взять альфа равное 6,5, а не больше, что можно альфа довести до друга. Шкредов это понятно, а перед ним это кто? Руднев. 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 Руднев.